так друзья давайте подождем пока у нас будут добавляться люди а я пока просмотрю все что я сегодня набросал пока наши подписчики добавляются вот я смотрю эдгар амбарцумян тоже эдгар приезжает ереван обещает моим друзьям обязательно увидится тогда это так такой смайлик потом так и не видится чтобы не раздражать своих подписчиков всем большой привет дорогие друзья давайте сделаем так давайте будем делиться эфиром потому что сегодня мы будем говорить про расстрел в армянском парламенте и несомненно я хочу особо подчеркнуть что этот эфир в первую очередь для представителя армянской диаспоры которые не все знают и по сути сейчас когда уже прошло 22 года для многих расстрел в армянском парламенте это что-то вроде хроники которые они видели на теле экрана дорогие друзья всем добрый вечер анжела авакова добрый вечер гару большой привет элен большой привет всем кто заходит пожалуйста поделитесь эфиром прямо сейчас нажмите кнопку поделиться чтобы максимальное количество людей к нам присоединила сегодня будем говорить о расстреле которое поверг в шок армянское население 22 года тому назад поверг в шок всех людей которые любили уважали каренда мерчана и несомненно огромная армия поклонников была у вас гена сарксиан это были сложные времена для армении напомню что в 1998 году был дефолт вы знаете что большое количество людей самой армии живет благодаря частным трансфертом и несомненно после дефолта девяносто восьмом году спасибо большое гару армия переживала сложные времена это была и чеченская война в россии это были сложные постсоветские это было после первой карабахской войны дорогие друзья но прежде чем я начну сегодня мы соответственно будем говорить о том кто устроил это расстрел кто был заинтересован в этом кто спонсировал все это кто прикрывал и так далее тому подобное но давайте начнем все-таки с личности карена демерчана потому что для многих это человек который остался там современ советского союза и вот так его и рассматривают но давайте немного поговорим о карене демерчане собственно говоря что поняли кого убили в армянском парламенте когда мы говорим карен демерчан и фас ген сарксиан мы должны немножко более шире объяснить нашим подписчикам еще раз повторюсь что этот эфир для тех армян которые в диаспоре для того чтобы они лучше понимали что произошло 22 года назад в армении начнем с карена демерчана напомню что еще раз напомню что расстрел произошел 27 октября 1999 года ну а вот карен демерчан на тот момент как вы знаете был председателем национального собрания с 11 июня 1999 года то есть он успел проработать главой парламента пять с половиной месяцев до этого целых 10 лет его не было в политике значит напомню что семьдесят четвертого года по восемьдесят восьмой год карен демерчан занимал пост первого секретаря цк кпсс армении соответственно как мы знаем здравствуйте мэри мэри здравствуйте геворг здравствуйте вот не успеваю всем сказать здравствуйте спасибо большое всем кто сейчас пишет и вообще всегда пишет добрые слова 74 по 88 год карен демерчан занимала пост первого секретаря с апреля 1999 года после того как он вернулся в политику карен демерчан был председателем занимал пост председателя блока единства который победил на выборах 99 года друзья вот тут все то что я сегодня буду говорить это очень важно и после сегодняшнего эфира вы лучше поймете кто убил карена демерчана и вас гена сарксяна вы лучше поймете что произошло и сегодня моем эфире вы услышите узнаете то что не слышали до сей поры абсолютно по-другому будете смотреть на расстрел в армянском парламенте поэтому пожалуйста внимательно смотрите эфир постарайтесь отключить все что у вас там звуни звенит звучит вот и постарайтесь смотреть этот эфир я в тишине чтобы никто не болтал возле вас и не мешал вам сконцентрироваться потому что все что я сегодня буду говорить это крайне важно поэтому давайте внимательно смотреть этот эфир значит нужно понимать что за личность была личность карен демерчана ну во первых стадион раздан это красивейшее сооружение которое было построено при демерчане и благодаря ему это ереванское метро которое открылось тоже благодаря карену демерчан сейчас я более подробно буду говорить про ереванское метро вот скажу что ереван очень достаточно кропотливо добивался открытия метрополитена это было очень сложно но это произошло благодаря очень-очень таким серьезным и умным я бы сказал немного в хорошем понимании этого слова хитрым шагам карена демерчана чтобы убедить советское руководство открыть метрополитен двигаемся дальше аэропорт звартноц это тоже сооружение которое открылось и заработало благодаря карену демерчану одну из самых красивых зданий не только в советском союзе но и во всем мире при карене демерчане открылся кироваканский завод электро вычислительной техники напомню что карен демерчан на проводил очень много встреч в советском союзе с руководством советского союза добивался буквально смысле добивался открытия тех или иных производств при карене демерчане открылся завод марс ереване завод аракс ну а вот в аштараке открылся завод транзистор это тоже все благодаря ему ну вот на чем бы я хотел также остановиться во времена карена демерчана каждый год увеличивался тираж журналов газет и книг вот например по 1988 году я вычитал что 287 миллионов экземпляров вышло в течение года то есть карен демерчан был сторонником именно того чтобы люди читали познавали тот же цицернак оберт мы знаем с вами что тема геноцида армян была под запретом советской армении люди конечно встречались отмечали вот это да вот эту дату 24 апреля но все это было тайно до тех пор пока карен демерчан не добился того чтобы в ереване был построен цицернак оберт и соответственно после этого уже разрешили каждый год людям отправляться к цицернак оберту и отмечать эту дату но вот возвращаясь к теме метрополитена и как вы помните я в начале эфира сегодня уже сказал что благодаря в том числе хитрым хорошем понимании этого слова шагам карена демерчана открылась метро в ереване мы с вами знаем что для того чтобы открыть метро нужно чтобы в городе было как минимум один миллион человек то есть проживало человек на тот момент дерево не не было столько людей соответственно демерчан дождался того момента когда население еревана перевалилась за 1 миллион человек но когда приехали из советского союза проверять ереван то есть определять действительно ли ереван заслуживает того чтобы тратить деньги на строительство метрополитена карен демерчан дал приказ ереване чтобы все автобусы и все транспортные средства сгоняли в тот участок еревана где будет проходить проверка комиссии из москвы и вот благодаря этому комиссия которая обнаружила что действительно дороги перегружены приняла решение открыть метрополитен ереване ну вот напомню что в 1975 году правильно наш подписчик написал при карине демерчане начал строительство спортивного комплекса который сейчас кстати несет имя карина демерчана я напомню что главным девизом жизни карины демерчана была следующая бороться против зла то есть он выступал против зла во всех его проявлениях и бороться за хорошие это очень важно почему потому что смысл всех наших эфиров в этом и заключается борьба со злом и поддержка доброты напомню когда 27 октября сейчас мы об этом будем подробно рассказывать вот фраза который произнес последняя фраза который произнес карин демерчан перед тем как пули попали в него эта фраза была следующая так ребята так вопросы не решаются то есть пока убийцы выстреливали в вас гена сарксиана карин демерчан успел выкрикнуть ребята так вопросы не решаются итак 27 октября напомню что здание парламента вошли пять человек конкретно исполнителем было пять человек в длинных плащах которые пронесли под этими плащами автоматы в здание парламента на минуточку хочу напомнить что это был охраняемый и режимный объект национальное собрание армении и так первая очередь автоматная была выпущена по вас гену сарксиана вторая очередь автоматная была выпущена по карену демерчану еще шесть человек это члены правительства и депутаты были также убиты и и семь человек было ранено среди них были также тяжелые трое из пяти убийц 27 октября 1999 года это родственники напомню что главарь на или у на нян ну вот здесь вот нужно отметить что до расстрела пожалуйста запомните это потому что сейчас я перечисляю факты а потом я начну вам рассказывать секреты о заказчиках исполнительных спонсоров а вот сейчас вам нужно зафиксировать то что я сейчас скажу что до убийства она или у на нян и вся его группа практически вся группа несколько лет проживала в крыму пожалуйста запомните это потому что это очень очень важно как вообще все начиналось когда на ириу на нян проник здание парламента сначала он крикнул вас гену сарксиану об этом много также писалось хватит пить нашу кровь вот вот это мы уже знаем да что он сказал что хватит пить нашу кровь но многие не знают что ответил на эту фразу вас ген сарксиана он ответил что все для все делается для тебя и для твоих детей то есть вот ответ практически вы нигде не прочитать этого ответа когда он крик крикнул что хватит пить нашу кровь вас ген сарксиан ответил все делается для тебя и для твоих детей еще один факт дорогие друзья продолжительность разговора после того как уже роберт кочарян пришел после убийства продолжительность разговора на ириу на няна и роберта кочаря она составила 42 минуты на минуточку но мало кто знает мало кто знает что роберт кочарян и на ириу на нян не разговаривали один на один то есть вот нужно четко понимать да что во время разговора роберта кочаряна с на ириу на нян нам был еще один человек пожалуйста продолжайте внимательно смотреть вы не узнаете очень много еще раз спасибо всем кто делится нашим эфиром это очень очень важно пожалуйста делитесь этим эфиром чтобы наши подписчики лучше понимали что произошло 22 года тому назад в армянском парламенте ну вот напомню что один из преступников гамлет степанян получил 14 лет мы хочу напомнить что остальные четверо преступников получили пожизненное да тогда не было у нас смертной казни а вот один преступник получил 14 лет но вот что странно что в 2010 году когда оставалось совсем немного буквально несколько лет до того момента как гамлет степанян должен выйти из тюрьмы человек у которого было отличное здоровье человеку которого не было никаких проблем сердечно-сосудистой системой гамлет степанян ни с того ни сего умер от остановки сердца что было действительно очень удивительным далее другой другой преступник который также сидел в тюрьме у которого тоже было пожизненное который тоже угрожал рассказать секреты умирает от удара током это тоже очень очень странно в рам галостян который повесился и после этого было написано что ноги повесившегося свисали и доставали до пола что но говорит о том что человеку помогли повеситься что он не сам помесь повесился еще один факт который очень интересный вот многие спрашивали как все-таки наириум нанян и его группа прошли в парламент кто им дал вот эти пропуска но так вот девушка из паспортной службы парламента так что выдавала пропуска тоже почему-то повесилась странным образом потом следователи говорили что видно было что ее повесили то есть вот эта девушка работница паспортного стола который выдала эти пропуска тоже повесилась якобы покончила самоубийством но на самом деле это конечно не соответствует действительности то есть мы должны внимательно все это слушать почему потому что вы поймете что если бы наириум нанян и его группа просто решили бы избавить народ от вас гена сарксиана и карена дамирчана пока они сидели в тюрьме вот это все не происходило бы да поэтому я вам все это перечисляю чтобы вы все это внесли в пазл пазл своей голове вот и я уверен что ваш мозг уже выдаст вам готовые итоги двигаемся дальше значит я уже сказал несколько минут тому назад что роберт кочарян и наириум нанян были не одни когда разговаривали сорок одну с половиной сорок две минуты после того как произошел расстрел в парламенте армении и рассказывал вам что на встрече присутствовал журналист друг наириум наняна тигран назарян тигран назарян присутствовал во время этой встречи и соответственно был очень важным свидетелем которые знал о чем говорили на июня нанян и роберт кочарян странным образом тигран назарян заболел раком и очень очень быстро умер от очень странного течения и быстрого течения онкологического заболевания по мнению многих журналистов тиграна отравили сильнодействующим ядом такой яд бывает наличие у спецслужб третьих стран двигаемся дальше друзья значит роберт кочарян хочу напомнить это тоже очень важно руководил арцахом до 1999 года напомню что на момент расстрела роберт кочарян был главой президентом армении так роберт кочарян руководил арцахом до 1999 года и напомню что до 1999 года не было никакого урегулирования то есть если перемирие было заключено в 1994 году то тыс до 1999 года не не было никакой активной фазы урегулирования конфликта в 1999 году именно осенью началась активная фаза урегулирования конфликта это очень важно понимать что все это совпало до допомню вам что есть факты о которых мы не знаем и вот сегодня я в эфире постепенно их буду тоже рассказывать значит за три месяца до расстрела за три месяца до расстрела вазгин саркисян начал воевать с карабахскими генералами которых начал проталкивать и кучарян и сэрж саркисян в армянскую армию то есть после того как роберт кочарян и сэрж саркисян переехали из арцаха обманным путем в армению то они начали не только захватывать власть но и проталкивать своих генералов в министерство обороны армении и вазгин саркисян который в какой-то момент опомнился и решил что воровать из армии это очень страшно это может разрушить армянскую армию вазгин саркисян буквальном смысле изменился за несколько лет и был против хищений напомню что за три месяца за три с половиной месяца до расстрела в армянском парламенте вазгин саркисян начал увольнять и вышвыривать из министерства обороны воровитых карабахских генералов речь идет о двух генералов которые являются родственниками которых он буквально за несколько дней вышвырнул из министерства обороны армении это был один из первых сигналов когда карабахский клан принял решение убрать вазгин саркисяна и карена демирчана не только как любимчиков но и как человека как людей которые начали выгонять карабахских генералов из министерства обороны армении напомню что на основании показаний на ириу наняна после расстрела армянского парламента был арестован советник роберта кочаряна александ арутюнян это были очень серьезные показания сначала был арестован александ кстати обвиняли роберта кочаряна как виновника из и заказчика кто конкретно обвинял это арам саркисян брат васгена саркисяна вице-премьер ван шерханян и сын погибшего степан демирчан ну вот требовали возбудить уголовное дело не зачитали вы или нет требовали возбудить уголовное дело на брата сержа саркисяна сашика саркисяна которые во время похорон одной важной такой птицы в диаспоре заявил что не для того мы положили в парламенте столько людей чтобы так легко отдать власть после этого саша саркисян отсылает в лос-анджелес сашика саркисяна и тогда проходит выборный процесс сейчас обязательно про это скажем по пара про это скажем вот давайте теперь вернемся опять к моей информации что за три с половиной месяца примерно до расстрела васген саркисян начал вычищать министерство обороны армении от карабахских генералов напомню что уволив двух очень мощных карабахских генералов он навлек на себя их гнев собственно сам роберт кочарян и серж саркисян который обманным путем через левона тер петросяна и васгена проникли в армянскую власть и именно тогда карабахский клан начал отнимать все ветви власти в армении и решил наложить лапу на в частности как вы знаете на министерство обороны для того чтобы более крупные хищения устраивать в минобороны друзья мои вы смотрите эфир мы сегодня рассказываем представителям диаспоры нашим подписчикам о том что произошло 22 года тому назад в армянском парламенте если вы будете внимательно самого начала до конца смотреть сегодняшний эфир вы узнаете много сенсационной информации который до сих пор не было в сми пожалуйста внимательно слушайте то что я говорю потому что невозможно будет понять все если не свести в пазл если кто-то думает что я буду перечислять только то что было написано то вы сильно заблуждаетесь еще раз повторюсь вам надо в тишине смотреть этот эфир и вы узнаете очень много интересного и сегодня именно сегодня если вы сделаете так как я говорю вы впервые поймете в чем заключался смысл и исполнителей заказчиков и всех кто был заинтересован в смерти этих двух выдающихся и героических людей дорогие друзья 8 августа 1998 года сейчас я вам рассказываю что до вас гена сарксяна карабахский клан начал вычищать армению от людей которые им мешали и так 8 августа 1998 года по приказу карабахского клана был убит генерал прошу прощения генеральный прокурор армении генрих хачатриан об этом я думаю что многие знают и сегодня еще раз хочу вам напомнить то есть целого генерального прокурора отправили на тот свет чтобы поставить соответственно своего человека далее карабахский клан 10 декабря 1998 года решил убить заместителя министра обороны ваграма хорхоруни 9 февраля 1999 года карабахский клан принял решение убить заместителя министра внутренних дел арцуна маркаряна для того чтобы избавиться от него и также на его место поставить своего человека но мы с вами помним что сразу после расстрела в армянском парламенте был арестован экс-депутат мужик муфсесян после этого карабахский клан его вытащил из тюрьмы и потом он странным образом умирает во время авто катастрофы напомню что 28 января 2002 года был убит тигран нагдалян на тот момент председатель совета общественной телерадио компании ну что ж это те факты которые я перечислял сейчас мы переходим более чем важной части нашего эфира чтобы было все это лучше понятно я немножко оторвусь от всего этого и скажу что карабахский клан убивал не только людей в армении до до сих пор для жителей карабаха и для жителей степанакерта людей которые живут вот в арцахе с 88 года я имею ввиду для тех кто вот со времен начала этого движения до сих пор жители арцаха которые кстати говоря очень критикуют и меня и моих администраторов и почему-то думают что вот мы наговариваем до сих пор арцахцы не знают даже пяти процентов тех чудовищных преступлений которые совершили карабахские генералы в арцахе да совершили экс-президенты до сих пор они не знают что произошло с самвелом бабая нам до которого тоже убрали в этот период вот почему я сейчас это рассказываю чтобы более ясно было как вообще происходило в парламенте армении вот мало кто знает что в армении в арцахе есть второй оборонительный район возле него находится село одно из самых крупных сел армении село чартар и второй оборонительный район им руководил в качестве начальника штаба сева гукосян да в карабахе вообще всех порядочных очень умных настоящих героев практически всех карабахский клан убил всех до одного то есть там практически не оставил ни одного мужественного и честного человека там ну за исключением корена кёха да по прозвищу кёх командира и еще там нескольких человек ну вот например начальник штаба арцахцы об этом не знают начальник штаба один из самых умных людей в министерстве обороны арцаха в армии обороны арцаха прошу прощения севака гукосяна тоже отправил на тот цвет карабахский клан официальной информации убийство начальника штаба второго оборонительного района еще раз напомню что второй оборонительный район сейчас это воинская часть эта территория находится в руках азербайджанцев находится возле села чартар очень даже недалеко в официальной информации карабахский клан написал что якобы в тот злочастный день и азербайджанский снайпер во втором оборонительном районе убил солдата и после этого якобы начальник штаба второго оборонительного района севак гукосян поехал снимать из нейтральной зоны убитого солдата никто в арцахе в селе чартар не задумался а как мог армянский солдат которого застрелил снайпер лежать в нейтральной зоне то есть ни один житель степанакерта и карабаха не задал себе вопрос а как мог солдат армянский оказаться в нейтральной зоне его там застрелил снайпер и с какой стати начальник штаба поехала его вытаскивать но вот правда заключается в том что это является ложью и чушью собачьей на самом деле в тот злочастный день непонятно почему а я думаю что это было подстроено житель армении который проходил срочную службу во втором оборонительном районе расстрелял двух местных арцахцев которые также проходили службу и один из них был офицер несомненно армия обороны арцаха раскидала эти три жертвы на несколько дней якобы они в разных постах погибли чтобы это замазать но правда заключается в том что именно так оно и было да вот и один из тех людей кто был заинтересован в том чтобы все вокруг осям погиб просит отправлять его разобраться туда и прямо ему поехать на посты чтобы разобраться что там произошло как мы знаем по официальной версии армии обороны арцаха одного из самых порядочных и сильных командиров которые очень сильно мешал карабахскому клану убил тоже азербайджанский снайпер но я думаю что если я вам сейчас расскажу что произошло после вот этого странного убийства карабахского командира вы поймете что это сделал карабахский клан они азербайджанский снайпер а помню что севаку косян в дальнейшем должен был стать не просто командиром полка а также были все шансы что он пойдет вперед да и займет более высокие посты то есть все те люди которые не занимались хищениями осеваку косян не занимался хищениями всех до одного убирали во время севака гукосяна во втором оборонительном районе не было голода люди не голодали с голоду там не подыхали но после того как убрали севака гукосяна я хочу напомнить что количество хищений во втором оборонительном районе увеличилась в разы теперь что касается вот расстрела в армянском парламенте я сейчас это не случайно сказал потому что вот нужно понимать да что те генералы которые из карабаха начали перебрасываться в армению большинство из них являются преступниками чистой воды вот мы сейчас давайте вспомним что произошло год тому назад да гадруцкий район мы потеряли гадрут я уже много раз говорил и в своих эфирах и фильмах что гадруцкий район был локомотивом преступлений и хищений в армии обороны арцаха да но сами арцахцы и жители гадрута сегодня должны задать себе простой вопрос а кто убил в 1993 году а была такая партия ггш да кто убил представителя ггш в городе гадрут по имени богдан сегодня это очень важно чтобы степанокерцы задавали вопросы какой карабахский генерал который был командиром целого полка оборонительного района какой генерал мог взять автомат при семи свидетелях при семи свидетелях поставить автомат в живот богдану и открыть очередь там была грязня между дошнаками и ггш и вот пусть сами степанокерцы и гадруцы задают себе вопрос кто из этих генералов расстрелял представителя партии ггш и движения ггш я думаю что наши карабахцы очень умные и быстренько сообразят вот то что я сейчас говорю это вот единичный случай я могу сейчас перечислять но тогда нам придется до утра сидеть и перечислять убийства которые были совершены в карабахе поэтому теперь мы должны понять что когда вазген сарксян начал воевать с карабахскими генералами это было одной из причин двигаемся дальше уже понятно что я вам сказал абсолютно открыто что заинтересованными лицами заинтересованной стороной в смерти карена демерчана и вазгена сарксяна был карабахский клан которому было крайне важно захватить все ветви власти в армении и полностью захватить армению для того чтобы ее грабить я в этом случае хочу добавить что восемьдесят восьмом году когда люди стояли на митингах степанокерта в степанокерте комитет карабах кричал во все горло что мы должны накормить армению что мы будем кормить армению но как мы знаем сам арцах всегда был дотационным районом арцах в 10 раз больше ел и поглощал чем вообще давал не только советскому союзу но и вообще кому бы то ни было да и то что говорили на митингах это было полной ложью еще раз напомню что комитет карабах кричал на митингах что мы будем кормить армению а получается что мы убили карена демерчана возгена сарксяна для того чтобы грабить армянский бюджет ну и не только армянский бюджет но и диаспору под вымышленными какими-то лозунгами я напомню что комитет карабах входил очень много людей включая сильву кому капутикян поэтесса сильва капутикян единственная в комитете карабах кто не стала миллионеркой сильва капутикян единственная комитете карабах кто не получила дворцов особняков вот например семья зори балаяна они очень много плодов собрали за счет того что зори балаян получил такое место да и сам зори балаян не бедный человек поэтому в этом плане конечно захват власти в армении это главная цель которая стояла перед карабахским кланом и в этой части в этой части я просто хочу сказать что те цели которые у нас стояли вот у нас карина арутюнян пишет повторю и для нее что в карабахе мы не восстановили кроме гандзасара ни одной церкви госпожа арутюнян как дама которая пела в церкви со мной согласиться что мы не восстановили ничего кроме гандзасара да за последние четыре года хочу напомнить что как минимум в двадцати пяти селах армении реконструируется и восстанавливается церкви а что было восстановлено за 32 года госпожа арутюнян в арцахе когда у нас был духовным лидером паркев отец паркев может вы перечислите потому что если я не ошибаюсь восстановили и реконструировали только гандзасар и то за счет денег левона гайропетяна чью голову тоже съел карабахский клан разве нет кто вышел в карабахе спасать левона гайропетяна я думаю что никто никто правильно она митинг роберт кочаряна почти три тысячи карабахцев за деньги пришли митинговать ну вот почему эти же карабахцы не вышли митинговать за то чтобы вытащить из тюрьмы левона гайропетяна так что давайте говорить правду итак теперь мы понимаем да что за убийством карена демирчана и вас гена сапсяна стоял карабахский клан теперь что произошло после гибели этих людей я уже вам говорил что три года подряд на ири унанян и его группа находились в крыму ну вот чтобы было понятно в крыму их готовили уже есть информация она была опубликована в сайтах что в крыму готовили на ири унаняна то есть они проходили подготовку ранее на ири унанян был в партии дашнак цюцу и соответственно дашнаки как люди которые крайне агрессивные потом они правда его вытурили из партии дашнак цюцун но как любят говорить наши знакомые бывших дашнаков не бывает вот поэтому на ири унанян хотя и уже не числился в партии дашнак цюцун но все те же течения в нем оставались вот я хочу просто напомнить что после расстрела парламента в армении после расстрела мы знаем что начались массовые грабежи армянской армии начались грабежи рудников драмбона в арцахе появилась система 50 на 50 в армении бизнесменов отобрали бизнес у многих бизнесменов и мы также помним что большая часть фондов оказалась в руках знакомых и друзей экс-президентов армении фонды которые собирают деньги на больных детей фонд хаястан который начал собирать деньги по всему миру на арцах деньги выделялись только на отдельные проекты которые были выгодны самому руководству армении бывшему и руководству арцаха я напомню что во многих посольствах были назначены люди из окружения экс-президентов армении и после расстрела парламента 362 здания это медицинские центры это здание прямо в центре города вот сейчас например возле памятника витико исааке она стоит банк прямо в тротуаре да на тротуаре вот 362 здания было захвачено их хозяева были или убиты или отправлены в тюрьму или затравлены и эти 362 объекта оказались в руках представителей также карабахского клана вот результат расстрела парламента вот результат и конечно давайте не будем забывать про пропаганду лжи вот потому что после этого была придумана афера века это заселение семи районов напомню что в этих семи районах армяне которые называют это карвачар азербайджанцы называют кельбеджар армяне называют кашата в азербайджанцы называют кубатлы во всех этих районах была якобы система заселения на самом деле грабежей у меня есть много эфиров где люди которые жили в этих районах рассказывают как грабили и строй материалы выписывали коров как был открыт фонд арцах откуда выделялись деньги на рожениц которые рожали третьих детей и последующих и на них выделялись деньги на самом деле не выделялись огромное количество мертвых душ в этих семи районах было и вот собственно говоря такой результат все раз напомню что команда наири унаняна готовилась криминальными армянскими авторитетами в крыму то есть они отвечали за финансовую подпитку это очень важно потому что я хочу чтобы вы обращали на это внимание что именно в крыму были армяне которые финансово подпитывали на ирину аняна как вы понимаете эти люди известны я сейчас не буду их имена называть но вы должны поковыряться и посмотреть кто после расстрела в армянском парламенте был назначен на руководящие посты в арцахе если вы внимательно посмотрите какие были назначения сделаны вы сразу поймете кто приехал из крыма и появился в арцахе после расстрела в армянском парламенте случайности и вообще не бывает на самом деле вот тем более в таком кровавом теле как расстрел армянского парламента почему важно было для карабахского клана убить каренда мерчан и вас гена саркисиана потому что во первых нужно четко понимать за что каренда мерчан это большая величина да то есть этот человек не просто образованные добрые не просто это человек которого люди уважали ценили и которым восхищались я говорю о интеллигенции каренда мерчан потрясающе разбирался в литературе в искусстве и даже писатели из других советских республик которые приезжали в армению были удивлены тем что каренда мерчан знал их стихи их работы да причем это знал на глубинном уровне они поверхностно и народ армении он действительно любил каренда мерчана но я вам скажу что если мы помним каренда мерчан был за то чтобы наступил мир на армянской земле да вот нужно четко понимать что каренда мерчан был против войны и был за то чтобы найти язык соседними странами и не воевать это абсолютно точная информация для карабахского клана было выгодно продолжать войну перестрелки потому что генералы которые в первой карабахской войне выиграли вдруг почувствовали вкус денег да генералы которые почему кстати во время 44-дневной войны да карабахские генералы не хотели воевать и итак себя позорно вели потому что они почувствовали вкус денег после первой карабахской войны они начали богатеть не по дням а по часам после первой карабахской войны у них у всех появился свой бизнес человеку которого жена шикарно себя чувствует дети богатые любовница развлечения. Такой человек уже не тот генерал, который был во время Первой Карабахской войны. Поэтому эти генералы не хотели не погибать, им было абсолютно наплевать на обычных солдат. Это закономерность, которая, кстати, присуща не только армянским генералам в Арцахе, но и вообще всем подряд. Кто там, кто-то возмущается, кому-то не хочется читать правду, все нормально. И в этой части, дорогие друзья, хочу особо отметить, что именно поэтому в азербайджанском сегменте СМИ все время тоже какая-то информация далекая от истины. Потому что понятно, что они тоже берут информацию у кучаряновских телеграм-каналов, вообще не разбираясь, что происходит в Армении, как люди себя чувствуют. В этом случае я хочу напомнить, что один из мудрейших руководителей Армении, Карен де Мерчан, был за мир. За мир с соседями и за мир в регионе. Вот причиной жестокой 44-гневной войны в том числе является то, что именно Роберт Кочарян, например, тогдашний президент Армении, вел переговоры с Алиевым-старшим. А я вам, думаю, что не секрет открою, если скажу, что сравнивать, да, карабахских экс-президентов, например, с Кареном де Мерчаном, это гиблое дело. Потому что Карен де Мерчан это огромная величина, как я уже сказал. А карабахские экс-президенты это совсем другое тесто и совершенно другие единицы, вот. Поэтому здесь как бы нужно четко понимать, да, что после победы в Первой Арцарской войне армянское руководство в лице карабахских экс-президентов взяло такую линию издеваться над теми, кто проиграл. А это было неправильно, потому что если бы наши бывшие руководители в лице Роберта Кочаряна и Сержа Сарксяна были бы людьми мудрыми и понимали бы, что каждая жизнь армянского солдата бесценна, то именно тогда они сели бы за стол переговоров и максимально выгодные условия для нас вырвали бы для того, чтобы мы не пришли к 44-дневной войне. Но как мы видим, карабахские экс-президенты выбрали другой путь использовать мужское население региона в Армении как расходный материал для того, чтобы поддерживать, развивать свой бизнес. А я уже об этом говорил много раз, что то, что мы потеряли столько парней, начиная с 94-го года, по сути мы расплачивали с жизнями, бесценными жизнями 18-20-летних парней из армянских регионов за богатство карабахских генералов. Что мы получили? Мы получили самые ужасные результаты, потому что в Арцахе ничего не было сделано для развития сельского хозяйства, за исключением отдельно взятых производств. В Арцахе, как я уже говорил, кроме Ганзасара толком ничего не отремонтировано, не реставрировано. И мы видим только какие-то аферы века, грабежи фонда Гайастан, да, и видим полное отсутствие национальной идеи, которая вообще показала бы, куда должен двигаться армянский народ. Вот, собственно говоря, сегодня мы имеем дело с цинизмом, эгоизмом в политике, и, соответственно, теперь уже другая сторона мстит армянским парням, вот именно то, что именно пожертвовали мы самыми достойными и самыми лучшими сынами армянского народа, а те же генералы, их сыновья, те же богачи и из Армении, и из Арцаха продолжают жить и процветать. Вот что касается вот Шуши, так как вот госпожа Руцунян здесь написала, я хотел бы по поводу Шуши отметить, что у нас получается, что с 94-го года, когда, а я напомню, что азербайджанские войска очень страшно бомбили армян до 94-го года, и это было правильно, вышвырнуть оттуда тех людей, которые бомбят мирное население. Но вот что произошло после 94-го года? То есть после 94-го года и до сей поры в Шуши жило примерно 3 тысячи человек, да? Вот нужно задать себе вопрос, а что было сделано бывшими карабахскими экс-президентами и армянскими экс-президентами? Для того, чтобы в Шуши жило не 3 тысячи человек, а 30 тысяч человек. То есть что было для этого сделано? В самом Шуши был построен дворец, дворец для главы ФФА, Футбольной Федерации Армении, да? Там был построен дворец, я об этом рассказывал в своем фильме, что богатейший человек Армении построил себе дворец в Шуши, приглашал туда проституток из Украины, стриптизерш за 1500 долларов на сутки, и туда заглядывали карабахские экс-президенты, карабахские генералы развлекаться с этими проститутками, да? Вот если кто-то думает, что после 94-го года надо было брать Шуши для того, чтобы там строить для армянского олигарха, который руководил футболом в Армении, дворец, и там развлекаться с проститутками из Украины, то ничего удивительного нету в том, что во время 44-гневной войны Шуши просто-напросто некому было защищать. Вот, и сам, конечно, город Шуши, где мы видим, что вот сейчас, несколько дней тому назад, появилась информация, что правительство Арцаха просит азербайджанскую сторону вернуть картины Сарьяна. Мне сегодня пришла в голову мысль, что на самом деле то, что мы пишем, что Арцах не вытащил картины, на самом деле то, что мы говорим, что Министерство культуры Арцаха не вынесло картины Сарьяна, у меня, например, есть подозрение, что с учетом того, что, если вы помните, то, что с учетом, когда она вытащит, что на операции, Вот у меня есть такое подозрение, что на самом деле с картинами произошло именно это, а не что-то другое, о чем говорят представители. Алла Торосян. Отвечу вам, кто делит народ. Значит, 32 года делили народ те, кто пытали людей шуши бантум. Хорошо? Алла Торосян, да, вас зовут? Вы из Карабаха? Канивордукасмекдиспатасханымталис. Шуши бантумканихлокхэнгмэкспанэльевццэцэльевццэльшуши бант. Карагдукпатасхантак. Алла, да, вас зовут? Ответьте, пожалуйста, армянам. Сколько парней мы подставили и бросили в шушинскую тюрьму? Пожалуйста, напишите, чтобы наши подписчики знали. Сколько армянских солдат, вот вы говорите, мы делим народ, да, мы сегодня говорим правду, кто убил Карэна Демирчана. А вы ответьте мне на вопрос, Аллочка, сколько людей пытали, избили и убили в шушинской тюрьме? Кто делит народ? Алла, да, вас зовут? Вы, Алла, вообще в курсах, что все 32 года люди, которые едут из Армении в Карабах, на границе. Ду, каааа, вообще, имману мейк, что айн мартик, овкер гону мейн Гарабах, если мартик Русастан и Хайерэн, кааа, Мэль, Хайастан и Хайерэн, у, если ирянц дема галец, а нечегор, каревоор демк арцахиц, мартик пеет кааа спасэн, дальше, вы говорите, делите, вот вы говорите, что мы единый народ, а что же вы золото свое украли и ни копейки не перечислили в армянский бюджет? Аллочка, да, вас зовут? Вы из Карабаха, Алла? Если вы не делите народ, что же мы 32 года забираем деньги у диаспоры и у Армении, а свое золото украли и положили в карман? Или это ваше золото, да, это разве не золото всего армянского народа? Кто делит народ? Те делят народ, кто 32 года воровали в воинских частях хлеб у солдат из Армении и жрали вместе со своими женами. А вы не знаете, да, что 32 года вы воровали хлеб? Почему вы не давали хлеб солдатам из Армении? Вы что, делите армян Армении и Арцаха на разные стороны? Вы говорите, мы делим кого-то. Я вот вам задаю вопрос, почему в воинских частях Арцаха воровали хлеб у солдат из Армении? Потому что мы делим народ, правильно? Правильно я понимаю? Двигаемся дальше. Почему вы воровали бензин и керосин из бензовозов, которые Армения отправляла вам для воинских частей? Аллочка, потому что вы делите армян Армении, то есть армяне Армении оплачивают бензин, а вы воруете из бензовоза бензин 32 года. Почему вы делите армян Армении и Арцаха? Двигаемся дальше. Алла-Джан, почему вы открыли сотовую компанию Гарабах Телекон, зная, что большая часть абонентов это солдаты из Армении? Я так alto пишет, что вы данный, что она была изобретатом между Гарабах Телекон, а вы почитали, что вы начинаете сармянами за то, что вы делаете армян Армении. Что вы решили из Армении? Это вопрос, почему вы вы убили солдаты из Армении через Гарабах Телекон? Вы не стыдно, вы отделили weary cukup нарушке, чтобы убили солдаты из Армении? А вот и в Курсах, что многие солдаты у них последний копейки, их мамы платили, потому что Карабах целеком получал дзинги. Овакисум Хайерин, Алла Чан, мят, Харцтам. Ясно, что-то ищем, что Хайясттанин зимовырнеры, ду-к, октагорцелек петкат релу хамар, Хадрук Тишерджаном, что-то ищем петкат, цахлик Хайясттан. Ду-к, как ищем, октагорцелек Гарабахи тегерка? Как ищем, Кисум Матканц? Волнующий вопрос Ин, Ида, потому что все они, в большинстве с вами, такие. Почему их оставил? Потому что, вот мы говорим, из Арцаха люди уезжают. Да потому что там люди не доверяют. Вот вы знаете, простые арцахцы, у них язык очень короткий, они ненавидят и собственную власть, и собственных генералов. И вот какие бы компенсации Армения не давала арцахцам, они ненавидят своих генералов, потому что они очень хорошо знают, что там творилось. Я еще раз повторяю, Алла-чка. Да, ты относишься. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мемаса, мемаса Мемаса, мемаса Мемаса, мемаса Мемаса, мемаса Мемаса, мемаса Мемаса, мемаса Мемаса Мемаса, мемаса Мемаса, мемаса Мемаса, мемаса Мемаса, мемаса Мемаса, мемаса Мемаса «Всты в Карабаххе и Армении». Это очень важный вопрос, который вы должны задавать себе вопрос. Вы должны обязательно задавать себе этот вопрос. Дальше. За неделю до расстрела Вазгена Сарксяна и Карена Дамирчана, за неделю до расстрела, мы должны себе задать вопрос, почему бывший руководитель Арцаха, бывшие руководители Армении, их было 4 человека, почему они встречались? Армен, а вы почитайте и вы узнаете, кто это. Я не хочу имя давать. Вы почитайте, кто из России, из бизнесменов был назначен на важные посты государственные. И сейчас возникает вопрос, кто за неделю до расстрела армянского парламента и почему 4 человека встречались в тайном здании в центре Еревана, в подвальном помещении и о чем они вели ночью переговоры. Я думаю, что речь шла о подготовке расстрела в армянском парламенте. Я думаю, что так и я думаю, что любой имеет право думать, как он хочет. Вот такие дела, дорогие друзья. Я напомню еще раз, что впервые за всю историю Армении последние 4 года не просто строятся дороги к нашим церквям, а прямо сейчас продолжается и закончилась реконструкция в селе Хачик, в селе Варагаванг. И продолжают сейчас реконструкцию в селе Офташен. Никогда за всю историю современной Армении столько церквей древних не восстанавливали и не реконструировали, как это происходит сейчас. И делают это сами за свой счет благотворители. А раньше, вот раз Карина Арутюнян смотрит мой эфир, хочу напомнить Карине Арутюнян, что в Карабахе бесплатно невозможно было без денег, без левых денег что-то реставрировать или что-то восстановить. Мы 32 года убивали парней и не могли добиться за свой счет реставрировать церковь в Арцахе. А сейчас мы говорим, что противник разрушает наши церкви. А мы позволяли реставрировать свои церкви в Арцахе? Ведь не позволяли, правильно? Я хочу напомнить Карине Арутюнян и всем, кто из Арцаха, что в Мартакерском районе есть село Вагуаз. И армянин, уроженец села Вагуаз, бизнесмен, богатый бизнесмен из Нижнего Новгорода, приехал в Арцах, чтобы ремонтировать дорогу в Вагуаз. Его так опозорили, так обидели, что человек плюнул и уехал в Россию. И, кстати говоря, именно Никол Пашинян выделил деньги на Вагуаз. И сейчас в Вагуазе построили дорогу, потому что эта тема уже имела общеарцахский масштаб, понимаете? Вот, чтобы просто было понятно. Вот та ситуация, которая есть. И на какой ноте я заканчиваю свой эфир? Мы обязательно будем делать эфир, что нас ждет дальше. Но я хочу сказать, что у Армении больше нету детей, которых она будет убивать ради обокращения карабахских генералов. У Армении нет больше детей, которых она будет убивать только для того, чтобы удовлетворять амбиции дармоедов, бездельников и популистов, которые сидят в диаспоре. У Армении больше нет парней, которых она будет убивать ради того, чтобы партия Дашнак-Цуцун собирала деньги в диаспоре и строила из себя там патриотов. У Армении больше нет сыновей, которых она будет убивать ради обогащения армянских священников в России или ради обогащения святого отца Паркева. У Армении больше нет сыновей, которых она будет отправлять в Мадагис, где на 200 человек, Карина Аруцюнян, напомню, что на 200 человек в Мадагисе было 5 туалетов. Я об этом фильме говорил. У меня есть дзукаран, который был в Мадагис, который был в Мадагис. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 И я еще раз повторяю, картины Сарьяна в Шуши, у меня есть 100% уверенность, что мы украли эти картины, наши генералы украли, а теперь говорят, что мы оставили картины там. Я уже не верю, например, ничего не верю. Я не верю, что мы не верю, что мы не верю. Знаешь, вот самовнушение убило наших парней. Самовлюбленность, самовранье, понимаешь? То, что мы врали сами себе, что мы крутые, то, что мы в апреле 2016 года обманули, что мы крутые, что мы заставили подписать перемирие, поэтому у нас и погибло в этот раз столько парней. Если бы мы тогда говорили, что мы тогда проиграли, и нужно немедленно решать вопрос, вот эти все парни сейчас были бы живы. Вот эти все парни были бы живы. А сейчас многие жены остались без мужей из-за вранья. Потому что среди вас очень много людей есть, которым нравится врать, сидеть за столом, пить, бухать, говорить, что мы крутые. А за это должны расплачиваться жизнью молодые парни. Прошел целый год, Армен, да, вас зовут? Прошел целый год, ни один из твоих друзей и родственников не встал в Гераркунике и не заменил парней. Это разве не вы все говорили, что мы хотим воевать и все такое. А что же вы приходите, не меняете парней в Гераркунике, Сюмнике? Почему не меняете? Вы же сами говорили, что мы хотели воевать, нас не пускали. А кто всем запрещал, трепачам за последний год сменить своих братьев в Гераркунике? Так вы хотите воевать? Так вы будете воевать? Ведем, я хочу, чтобы вы решили, что он был летом, чтобы вы не были в Гераркунике, что он был летом, чтобы вы не могли сказать, что он был летом. Так, давайте, секунду, давайте, давайте карапета к черту отправим, вот, хорошо. С Кана, что я хочу сказать, заканчивая эфир, что 22 года тому назад не только убили Карена де Мерчана, а убили армянскую независимость, армянскую государственность. 22 года тому назад мы увидели, как к убийству имеют прямое отношение генералы, это тот случай, когда генералы, криминальные авторитеты, святой отец, святой отец, все вместе, они понимают, что им нужно убить Карена де Мерчана и Вазгена Саркисяна. Это такое вот коллективное убийство, которое всем принесло пользу, да, и святому отцу, и тому, и этому, и третьему, и десятому. И очень хорошо, что армянский народ знает, кто убил, зачем убил и почему убил. Спасибо всем, кто уважает правду, вот, и еще раз хочу напомнить трепачам из диаспоры, что у нас больше нет ни одного парня, который будет погибать ради ваших тостов, ради ваших амбиций, ради вашей трепотни, ради вашего фасонства. Армения будет жить реальной жизнью, а не враньем, которым мы жили при карабахских экс-президентах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова